Кто из великих фотографов, художников делал так называемые себяшки, селфи? Есть какое-то первое в мире селфи? Мы все знаем только вот оскароносное, а до этого кто делал? Вот я нашел селфи Мунка, психушки. Есть еще что-то раньше? Самое первое селфи сделал фотограф Боярд. А что там было? Это 1840 год. И он себя изобразил в виде утопленника. Потому что его изобретение фотографии не было принято. И тогда он в качестве такого стеба сделал историю, что вот меня не приняли. И я настолько распереживался, что я, соответственно, утопился. Меня зовут Дмитрий Игнатов. Здесь мы пытаемся понять, что происходит с этим миром. Сегодня мы с вами поговорим о том, на что обычно смотрим на фотографии, на фотоискусство. Поговорим о фотоискусстве. И в этом мне поможет Ольга Мичи, коллекционер, основатель Центра визуальной культуры «Бетон». Здравствуйте. И Алексей Логинов, коллекционер, арт-директор Центра «Бетон». Ребята, добрый день. Здравствуйте. Надеюсь на безумно интересный разговор. И для начала хочется понять, что вы считаете фотографией. Потому что мы с вами находимся в центре города. Кремль, Храм Христа Спасителя, прекрасная набережная. И наверняка, когда вы ходите на работу, вы видите мужчин и женщин, которые делают огромное количество фотографий на фоне памятников, которые здесь есть. Так вот, что же такое фотография? Это фоточка? Вот это оно и есть. Или это что-то больше? Вот это оно и есть. Фотография, когда люди берут телефон и снимают все подряд, не думая ни о чем и зачем. А потом это все складывают в компьютер и никогда к этому не возвращаются. Хорошо. А что тогда фотоискусство? А вот фотоискусство – это уже совсем другая история. Это уже более серьезное отношение, более продуманное, основанное на большем знании, на том, что вообще происходит. И тогда это уже не просто рассказ о том, что мы с вами видим, а это рассказ о том, как мы это видим и что мы думаем по этому поводу. Ну хорошо. А вот если мы сделали огромное количество фотографий, как вы сказали, загрузили их в компьютер, они там полежали, через какое время эти фотографии могут стать произведением искусства? Потому что мы знаем много, хотелось бы сказать, историй таких. Никогда. Почему так категорично? Ну потому что любое дело должно под собой иметь профессионализм и есть искусство, оно развивается по своим законам. Фотография точно так же, как вид искусства, развивается по своим законам. И здесь мы говорим с вами сегодня о мобильном телефоне, а на самом деле фотография начинается с дегеротипов и многих других технологий, которые, собственно говоря, и давали возможность на каждом этапе делать определенную революцию в этом искусстве. Ну хорошо, ну вот смотри, я вдохновился фотографиями Родченко и снял своего пса. Да. Это может быть искусством? Нет. Но вы даже не посмотрели. А я посмотрел, просто все дело в том, что... Смотрите, Ли, как он любил. Да. Сверху вниз. И вот самое интересное, что Родченко будет... Вот если бы Родченко снял эту собаку в 20-е годы и выставил на аукцион, это бы стоило 300 тысяч долларов сейчас. Та же самая собака, которую вы сняли сегодня в 2024 году, не стоит ничего. Подождите, но тут разве не вопрос, как я ее подпишу? Вопрос о том, когда это сделано. Ну ладно, то есть мне нужно было заранее, да? Надо на машине времени было вернуться чуть-чуть пораньше Родченко и это сделать. А как вы относитесь к соцсетям и фотографиям там, расскажите мне? Я уже понял, что... Ну я думаю, что Мэлли больше расскажет, что это не искусство. Потому что я в соцсетях не участвую вообще. Когда-то у меня был блог в соцсетях, я относилась к нему очень несерьезно. Относилась больше к нему шуточно, делилась местами, которые мне нравились. Но почему-то он обрастал подписчиками и какое-то время меня даже называли travel-блогер. А сейчас мы к соцсетям относимся только с точки зрения пропаганды, деятельности нашего центра. Хорошо. Ну а вот когда вы вели соцсети, вы там были подписаны каких-то известных фотографов? Конечно. Кто-то вас вдохновлял? Но здесь надо сказать, что самые серьезные фотохудожники первого ряда в соцсетях не сидят. Это люди, как правило, уже давно известные, очень занятые, потому что у них очень надолго расписан уже выставочный график. Просто некогда этим заниматься. И что искать в соцсетях? Если ты не занимаешься бьюти-индустрией или ты не хочешь зарабатывать на рекламе каких-то продуктов, товаров. Например, когда я вела свой блог, мне предлагали что-то прорекламировать, мне было важно, чтобы это была качественная вещь. А как правило, это было 90% мусора, который предлагали рекламировать. Поэтому здесь совершенно разные вещи. Художник занимается искусством. Его искусство, если оно не показывается крупными музейными институциями, то, наверное, оно требует доработки. Хорошо, но у вас есть богатый опыт и огромное количество разных фотографов. Например, я хочу сделать свои сети очень красивыми. На кого мне стоит ориентироваться из мировых фотографов? Прошлого или настоящего? Вам стоит ориентироваться? Чтобы там делать что-то похожее. И все такие, вау, как ты до этого додумался. А ты, ну, это художники прошлого. Я думаю, что вам сегодня лучше было бы ориентироваться на какой-нибудь Ким Кардашнин, на каких-то очень серьезных инфлюенсеров, которые очень хорошо продают продукты. Но не на фотографов? Если вы делали какое-то портфолио, например, свое, то вам бы стоило ориентироваться, наверное, на метрах из этой... Ну кто, давайте назовите там 3-5 фамилий, чтобы мы могли... Когориентироваться? Да. Вот, с моей точки зрения, если начинающий фотограф хочет стать знаменитым, хочет стать и делать действительно серьезные произведения искусства, ему не надо походить ни на кого. Он должен иметь свое лицо. И в этом и заключается вообще творчество, заключается искусство, его ценности, вклад в развитие искусства. Не надо подражать и не надо быть на кого-то похожим. Самое худшее, когда вы выставляете свои фотографии на выставке, подходит искусствовед и говорит, ваши работы похожи на Андреаса Гурски. Окей. И тогда можете на своей данной серии поставить крест. А можно ли сказать, что фотография, или как, наверное, правильно, негатив, или пленка, в общем, вот это изображение, это как вино. С временем оно становится дороже. Я хочу сказать, что мы негативами не занимаемся. Вот в чем отличие нашего центра, может быть, от тех агентств, которые занимаются изображением, то, что мы собираем только авторские отпечатки. Почему это очень важно? Потому что, взяв носитель, например, тот же самый негатив, и дать его нескольким классным печатникам сделать с них отпечатки, они сделают разные вещи, потому что они будут смотреть на это изображение по-своему. Для нас очень важно, чтобы этот отпечаток сделал автор, либо под его руководством. Вот мы чем занимаемся. Мы занимаемся отпечатками. Именно это для нас является фотоискусством. Вот именно то, что потом действительно выставляло в свое время на выставке, повлияло на развитие фотоискусства. А не негативы. Давайте посмотрим. Да, подтвердить, чтобы слова Алексея Викторовича. У нас вот есть такой шедевральный автор Тропани. И вот разве можно такое напечатать сейчас? И вот чтобы оно, да, обладало именно такой... То есть, а это... Потрясающей аурой. А это... Фото? Вот. О чем и речь. Или это кто-то карандашом. Вот это было в свое время целое направление в области художественной фотографии, которая называлась пикториальной фотографией. То есть, живописной фотографией. Когда фотографы свои отпечатки стилизовывали под рисунок, под графику. И тем самым... А это то же самое, да? Это, наверное, цены на Тропани могут доходить, наверное, 100 тысяч. А где вы берете все эти старые фотографии? Ну, во-первых, у Алексея Викторовича колоссальный опыт в области фотоискусства. И, конечно, мы понимаем, что нам нужно. Мы собираем очень осознанно коллекцию. Мы подбираем знаковых авторов и их самые известные и значимые работы. То есть, что-то мы собираем в других галереях. Что-то мы собираем у разных дилеров. Что-то выкупаем на аукционах, в том числе международных. Что-то знаем сами Геннадий. Потому что, например, Алексей Викторович сложил очень хорошее взаимоотношение с наследниками авторов. Поэтому вообще сейчас, собственно говоря, нам работу приносит отовсюду. Откуда можно просто взять фото отпечаток. Были какие-то случаи, когда вы куда-то приходили к друзьям или на чердаке где-то что-то перебирали? Увидели, такие, ого, почему это здесь? Ну, дело в том, что мы этим сами не занимаемся. А, то есть сейчас. Конечно, да. Сейчас. Это возможно было бы купить что-то на блошином рынке в 90-х, 2000-х. Но сейчас уже ничего серьезного в этом не найдете. Мы, конечно, ходим... Потому что вы все скупили? Ну, это скупили все до нас. И не только мы. Нет, на самом деле мы ходим по мастерским художников и отбираем у них какие-то работы, объекты. Но, как правило, серьезные вещи нам приносят люди, которые в этом разбираются. А мы уже из всего отбираем. И, конечно, вот именно эти люди ходят по чердакам, по квартирам. Я вот хочу сказать, дополнить, что самое-то интересное, когда вы ходите и собираете не то, что уже известно, а самое интересное, когда вы ходите по мастерским современных авторов, особенно тех, которые недооценены. И вот тут очень важно не только знание, но и интуиция, чтобы взять работу, которая в будущем наверняка будет очень серьезна и важна. И мы этим тоже занимаемся. Тут надо, наверное, сказать, что вообще коллекционеры делятся на два типа. Первый тип – это те, которые покупают то, что им нравится. Они не руководствуются особо искусствоведческими знаниями или знаниями в области истории искусств. Они покупают что-то, что будет хорошо, наверное, смотреться где-то на стене. Но когда им придется продать, они поймут, что это ничего не стоит. И второй тип коллекционеров – это те, которые покупают осознанно. Это вы? Да. Либо они руководствуются более глубокими знаниями, которые они сами получают, учатся, да. Либо они прибегают к помощи кураторов. И тогда собирают серьезную коллекцию, которую впоследствии они могут продать уже на втором рынке. Окей. А расскажите мне, коллекционер и галерист – это один человек или это абсолютно разные? Это два находящихся в постоянной борьбе. Это беда. Я бы сказал так. Это беда, когда это все находится в одном человеке. Да. Ну вот здесь постоянная битва. Это как раз у нас эта беда. Кто мы? На той чаше или на той? Конечно, понимая ценность. Я ценность имею в виду не материальную, а ценность вот этого всего. Не зря Сьюзан Зонтек говорила, собирая фотографии, ты коллекционируешь весь мир. И здесь ты понимаешь, каким шедевром ты обладаешь. То вот сейчас ты продал его мимолетно, и он ушел, пропал. Ты не понимаешь, в какие руки он попадет. И отдавать это все мы не хотим. Поэтому мы не продаем винтажную фотографию. Мы занимаемся современной фотографией. И вот как раз здесь выступает уже галерист. А коллекционеры, конечно, это собирает, сохраняет. Мы еще работаем постоянно с фотографиями. Мы делаем публикации, мы делаем научные открытия. Мы участвуем в различных вебинарах. Научные открытия. Например, вот этот вот дегератип был известен и написан эрмитажными сотрудниками совершенно другой. И здесь появился вдруг совершенно другой портрет, сделанный с другого исходника. И помимо этого, например, какие-то вещи. Вот здесь лежат две энциклопедии, в создании которых участвовал Алексей Викторович. Написал один, единственный из российских ученых. Он написал ряд статей, которые были опубликованы в Международной энциклопедии. Более того, фотография его попала на обложку, что очень престижно. То есть здесь описана вся мировая фотография XIX века. А вот это, например, как раз Родченко. Тоже в стиле пикториальной фотографии. Он как будто попса. Все постоянно о нем говорят, Родченко, Родченко. А это много других? Я правильно говорю? Понятно, что все о нем говорят, но смотрят-то на Родченко, который выглядит совсем не так, как он его представлял. Все дело в том, что важно понимать, почему в первую очередь говорят о Родченко, а не о многих других, которые снимали. Потому что именно Родченко и сделал революцию в фотографическом видении в нашей стране. Революцию в композиционном построении. То есть именно он как раз и сделал колоссальнейший шаг в развитии фотографий. И очень многое из того, что мы сегодня видим, это некое развитие и продолжение вот этих идей. Конечно, интересны те люди, которые с ним и работали. Но всегда важен лидер. Самая классная фотография Советского Союза и самая дорогая – это что, портрет Сталина? Нет. Если мы как раз будем говорить о самой дорогой фотографии Советского Союза, то это будет Родченко. И как раз это будет фотография, абсолютно не связанная даже с властью. И та фотография, которая самая дорогая – это все. И абстракция. То есть это парады? По сути дела, это парады, да. Посмотрите, как это снято. Это же снято, как абстракция, понимаете. То есть сейчас это кажется, что это просто классная фоточка для соцсети. Надо сказать, что… Особенно если вот так вот… Надо сказать, что тогда… Если не понимать, что там заложено и что можно вытаскивать. А расскажите, вот как понять, что здесь заложено? Ну что вы видите? Я вижу женщин, которые несут флаги. По всей видимости, это парад физкульптурников. Точно. А если мы сейчас с вами посмотрим, и зрители посмотрят в камеру, что они увидят? Ну, не очень четкое фото. Они, женщин-то не увидят, а увидят очень интересные формы. Вот, пятна, собственно, вот о чем идет речь. Структуру изображения. А когда мы с вами приближаем к себе поближе, мы начинаем рассматривать уже ноги, понимаете. У них такие забавные носочки. Так что здесь очень… Вот эти чемы интересной фотографии, что в них очень много заложено не только смысла… И это самая дорогая фотография, простите, я вас перебью. Это самая дорогая фотография? Нет, это не самая дорогая, это вот из той серии фотографий, которые Родченко делает. А он сам ставил эти печати, это его? Да, это его оригинальные печати. А вообще, вот мы попытались рассказать об этом периоде через выставку «Алфавит» фотографии 20-30-го года, где представили более 50 имен, не только первых, но и их коллег, учеников, и более 100 отпечатков, которые как раз и являются сегодня на рынке самыми дорогими. А вы можете сказать, сколько стоит эта фотография? Нет. Это бесценно? Это коммерческая тайна. Нет, я просто… Это очень хорошо знаем все. Мы это точно знаем. Что-то похожее. Приносите, мы ее оценим. Родченко снимал рекламу? Конечно. И, собственно говоря, здесь я бы сказал так. Вообще, Родченко, ну, что подразумевать под рекламой, они же вместе с Маяковским, собственно, создали основу всей советской рекламы. Ну, а сейчас это можно назвать искусством? Конечно. То есть реклама со временем становится искусством? Именно, не вся, а там, где как раз используются все те достижения фотоискусства, все те новации, все те революционные подходы, которые в эту рекламу и вносятся. Почему такие фотографы, как Маннерей и многие другие, они совершенно потрясающе сделали шаг в развитии фэшн-фотографии, например. Почему? Да потому что они все свои наработки в области искусства туда применили. Поэтому фотография моды заиграла совершенно по-другому. Совершенно по-другому начали все остальные снимать. Вот оно в чем искусство развития. Вообще в искусстве всегда больше всего ценятся новаторы. Люди, которые придумывают новые визуальные коды. Все вот эти Кевины Кляйны, все фотографии, которые мы видим, это можно собирать? Я вам здесь хочу сказать следующее, что вот эти журналы, как Vogue, Hasper Bazaar, это где-то, наверное, с 40-х до конца 20-го века, это журналы не только фотографии моды, это еще энциклопедия современного фотоискусства на тот период времени. Почему? Потому что те фотографы, которые приглашали в тот период времени, они как раз и были носителями того развития фотографии, о котором мы сегодня говорим. Поэтому вот эти журналы, они интересны сегодня не только с точки зрения моды, которые там снимались, а с точки зрения подходов. И это интереснейшая тема, как развивалась фотография моды. Я не говорю, как мода развивалась, а фотография моды. Это отдельная интереснейшая тема в фотоискусстве, подчеркну. Но надо здесь сказать, что еще как бы в коллекции, коллекционировании фотографий отличаются разные виды печати. Самые ценные – это винтажи. Поэтому, если вы будете собирать этих авторов, ищите их отпечатки своего времени. А можете рассказать про тенденции? Вот что снимали там в 30-е годы, что снимали там в 50-е? Что хотелось видеть фотографам и что хотели видеть люди? В 30-е годы, вот если мы возьмем советскую фотографию, то, с одной стороны, это вот тот, что мы называем советский авангард. Это когда поиск новых форм. Вы выходите на улицу и начинаете крутить фотоаппарат. Диагональные композиции, передний план, очень часто содержание вторично важного, то, что вы получите новую форму. В то же время, в 30-е годы развивается соцреализм. Это совершенно потрясающее течение. Метод. Это не стиль, а метод, позволяющий донести до людей ту идеологическую идею, которая заложена в власть. Ну, то же самое, как мы имеем в Америке, например, американская мечта. Рассказать о людям и донести то, что нужно. А дальше мы видим, развивается фотография по другим направлениям. То, что я говорю, очень большое внимание было уделено в Америке, например, абстрактной фотографии. Я гулял в Повысовке, и там есть фотография летчика, который такой прям как Дэнди лондонский одет. Но при этом ваши ребята мне рассказали, что советский человек эту фотографию не видел. Потому что в глазах советского человека летчик – это человек у винта самолета, в форме, руки в мазух, рабочий. И с орденами. Почему так? Люди не воспринимали человека в костюме? Или не верили ему, что он может летать? Нет. Просто для того, чтобы здесь показать летчика и показать наши достижения, надо понимать, на какую целевую аудиторию вы работаете. Вот когда мы говорим о рекламе, целевая аудитория, как и везде сегодня. Когда этот летчик перелетает из Москвы через Северный полюс, это Михаил Громов, в Америку, то американцы хотят увидеть в нем кого? Успешного мужчину. И ему успешного Дэнди и представляют. Вот у нас как раз есть работа автор. Соответственно, у рояля. Когда такой же альбом выпускается на советской аудитории, эту фотографию убирают, потому что это не соответствует тому образу летчика-героя, который вокруг него создан в Советском Союзе. Это потрясающие мастера, которые работали в тот период времени. Но еще у вас есть тоже очень интересные фотографии. И они обе связаны со Сталином. Как мне рассказали, это портрет, с которого началась вся политическая фотография, я не знаю, как правильно сказать, кабинетной фотографии? Я бы сказал так, в административных зданиях. Это как бы официальная фотография Сталина. А как это появилось? Я так понял, что ему просто показали фотографию, даже не ему, а как будто из аппарата? Нет, нет, нет. Если говорить про Сталина, без его участия такие вещи не проходили. Это взяли одного из очень интересных фотографов, Николая Петрова. Он сделал портрет. А вот дальше начинается работа и в том числе самого Сталина. А вот здесь вы меня это заштрихуете. А здесь выявите меня получше. А здесь у меня волосики должны быть хорошо сделаны. После этого проходит ретушь. Проходит, соответственно, цензуру. Ставится штамп. И с этого начинается полиграфическая печать многих работ, которые мы с вами... А у меня есть вопрос. Можно я быстренько? А как по тем технологиям это было сложно все сделать? Сейчас это там два-три клика, а тогда это... Революция, вот в том числе и в рекламной фотографии, фоторепортаже, во всем. Это 1890-е годы, когда самое важное, когда фотографическое изображение становится возможным, тиражировать полиграфическим способом. Ну вот тут, чтобы прям не только, да, говорить про Сталина, можно сказать, что это делали далеко и до него. Вот, например, очень известный портрет Николая Первого. В технологии до геротипа. Это примерно где-то 1800, наверное, какие-то? Это 1800, конец 40-х. Здесь тоже применялся фотошоп, условно. Здесь вообще интересная история. Усыниево, что ли? А? Усыниево? Какая история? Изображение, не его реальное изображение. Как раз вот такой некий фотошоп, когда Николай Первый хочет выглядеть подтянутым, военным таким неким героем, но в реальности выглядит по-другому. Поэтому нанимает придворного художника, который рисует по его заказу, таким, каким он себя хочет видеть. А потом это все переснимается, появляется дегеротип. И все верят этому изображению. Вот то же самое происходит здесь и с портретом Сталина. Но тут еще есть у вас тоже интересный портрет, где Сталин с девочкой. И оказывается, что девочка-то не та должна быть, а другая. Расскажите эту историю. А здесь как раз у нас две девочки. Да. То есть первая девочка, которую выбрали для создания вот такого образа Сталина, дети. У этой девочки оказались репрессированы родители. Поэтому девочку решили сменить. И у нас есть вот тот всем хорошо известный портрет, который пошел дальше в печать. То есть это уже другая девочка со своей. И в общем, потом, после смерти Сталина, очень непростой судьбой. Это уже, как говорят, другая история. Но интересно то, что эти два изображения, два отпечатка у нас есть в коллекции. Нам очень интересно показать, как развиваются в том числе и политические идеи, и агитационно-пропагандистские. Кем и чем вдохновлялись советские фотографы? Мы знаем, что кинемографисты ездили на фестивали, возможно, видели какие-то картины. А фотохудожники на что ориентировались? А вот как раз есть у нас замечательные фотографии. И нужно ли это было делать, если вы говорите, что молодой художник должен быть... Это вдохновляться и подражать – это разные вещи. Я как раз говорил о подражании. А вдохновляться-то, конечно, самыми лучшими произведениями искусства. Вот, например, те же наши авангардисты, они вдохновлялись очень интересно и французской живописи, которая была в 1920-е годы в Париже. Ну вот, собственно говоря, пикториалисты... А это пикториалисты вдохновлялись? Импрессионизм. Импрессионизм. Клод Мане. То есть художник, да? В данном случае. Конечно, конечно. И также и американские фотографы вдохновлялись работами. И Пикассо, и Дали. И мы видим очень интересный эксперимент в то время. Я хочу сказать, что мы всё время делаем акцент на том, в нашем разговоре, что как бы есть искусство высокое, основное, а фотографы – что-то здесь некая вторичная история. Я вам хочу сказать, что на протяжении всей истории развития фотографий и художники вдохновлялись фотографией. Ну, а пример можете привести? Ну, если привести пример из нашего любимого 30-х годов, это знаменитая фотография Игнатовича «Душа». И после этой фотографии, значит, Дейнека пишет письмо Игнатовичу. А не могу ли я эту вещь, этот сюжет, вот это всё взять для своей картин? И это письмо сохранилось. И он ему разрешает? – Разрешает, и мы с вами знаем, шедевр советской живописи – Дейнек. – Акси, давайте возьмём XIX век, Верещагин и Иванов. – Вот, а если вот Оля напомнила замечательно, у нас есть альбом, посвящённый русско-турецкой войне, 1878 год. Работает фотограф, работает знаменитый наш художник Верещагин. – А вы увлекаетесь, наверное, ведь не только старинными фотографиями, но и современными. Вот что вы порекомендуете мне, например, или нашим зрителям купить сейчас, чтобы это было ценно так лет через 20-50? – Ой, это запросто мы с Олей вам скажем. – Вас? Ваши фотографии? – Нет, не обязательно. – А что? – Ну, это и в том числе. – Что? Купить. – Купить? – Да, чтобы это было… – Там, где очень грамотно и интересно, в работе используется искусственный интеллект. – То есть вы тоже туда идёте? – Мы уже туда ушли. – Мы, наверное, один из первых, которые туда пошли, пока все дискутировали, брать это не брать, насколько он опасен. – А как вы там занимались дискуссией? – Мы работали. – А как вы с ним работаете? – Ну, во-первых, первая технология не была такой идеальной, технология совершенствуется. Те работы, которые мы делаем сегодня, они гораздо серьёзнее технически сделаны, нежели то, что мы сделали два года назад. Тогда это был гибрид. Мы снимали фотографическую основу и потом насыщали вот эти пространства, придуманными нами существами. – Ну, то есть проще. Вы брали какую-то фотографию, загружали её в искусственный интеллект и говорили, добавь, пожалуйста, вот это, вот это и вот это. – Нет, вот это как раз самое распространённое, ошибочное представление об использовании искусственного интеллекта. А почему-то все считают, что конечное изображение целиком генерируется искусственным интеллектом. В нашей практике это не так. Мы делаем отдельный элемент, отдельных героев, отдельные пространства, и потом их просто расставляем в нужных местах, с нужным освещением, с нужными пропорциями, с линейной перспективой, цветовым решением, таким, каким мы это всё видим. – Я хочу вот дополнить, Алексея Викторовича, что здесь в основе лежит идея, а только потом уже мы её визуализируем. Часто делают ошибочно сначала, делают какую-то картинку, а потом начинают туда уже натягивать какую-то идею. – То есть вы рекомендуете обратить внимание на фотографии? – Вообще любой серьёзный фотографический проект, он сначала продумывается хорошо идеей, о чём он будет рассказывать, потом все эти визуальные коды, а потом уже она создаётся. Мы первую серию «Жилища будущего» создавали 2 года, 24 работы, а сейчас мы создаём, конечно, гораздо быстрее, но здесь как бы это не бессмысленные. – Всё время уходит на придумывание. – Да, то есть мы думаем, о чём мы хотим рассказать, и мы рассказываем о сегодняшнем дне, о наших страхах, о том, что волнует нас сегодня. – И что вас волнует сегодня? – Ну, естественно, куда дойдёт технологический процесс мира, как вы рассказывали про биохакинг. Мы тоже участвовали в таких даже выставках, как раз мы и рассуждаем о человеке будущего, куда мы идём, о выборе пути нашего жизненного, который приведёт либо к апокалипсису, либо, наоборот, к развитию совершенно другого человека. – Каким вообще человек будет? Будет ли он таким, каким мы привыкли сегодня увидеть? Или это будут некие существа уже роботизированные, например? – Мы переживаем изгнание из рая. Под раем подразумевая землю и наше человечество, которое просто за счёт огромного использования и применения мобильных телефонов в результате само себя уничтожает. – Вот такая, например, очень у нас интересная идея, где мы взяли картину Брыгеля и, соответственно, вместо яблока раздора поставили мобильный телефон. А в качестве змея у нас зарядка от мобильного телефона. Вот, например, такие идеи нас волнуют и нас интересуют. И это очень серьёзная проблема в современном мире. А кто вообще интересуется искусством и искусством фотографии? Ведь это ведь какой-то маленький процент людей, нет? – Искусством интересуются вообще все, все живые люди. – И он как-то в нас проникает. Но вот кто вот конкретно приходит посмотреть на фотографию 1937 года? – Это какие-то профессиональные люди больше? – Самое потрясающее, что когда мы делаем такие выставки, мы всегда ставим перед собой вопрос. А кто вообще придёт смотреть? И вот когда мы делали выставку пикториальной фотографии вот этой, мы её делали с очень большой опаской, потому что это фотография рубежа 19-20 века. Какое же было наше удивление, что эта фотография вызвала колоссальнейший интерес у молодёжи. – Вообще, вот занимаясь тем, чем… – Я к тому, что это выгодный бизнес, стоит открывать и заниматься им. – На сегодняшний день, спустя два года нашей работы, это стал выгодный бизнес. И мы это видим, например, по… – Бабуль, я еду к тебе, открывай сундуки, посмотрим, что у тебя там есть. – Нет, мы просто видим, что нам в различных ярмарках стало появляться больше фотографических галерей. Значит, в этом уже есть какая-то перспектива. Но здесь другая проблема, что на этом рынке очень мало узких специалистов, которые рассказывают. Когда мы открывали галерею, я в жизни не думала, что я буду собирать фотографию. И тем более, что мне будет нравиться фотографии 19 века. Я, как и все коллекционеры, начинала с фотографии 21 века. АЭС и многие другие имена, которые у нас на слуху, которые стали брендами некими в определённый период времени. А когда я стала видеть вот такие шедевры, это настолько захватывает. Я думаю, что это захватывает любого человека, который ищет каких-то знаний. Здесь нужен опыт какой-то. Человек приходить должен с базой каких-то знаний. – И не только знаний, но совершенно потрясающих историй. Вот за каждыми фотографиями здесь можно очень интересно… Вот мы делали даже аудиогид для того, чтобы рассказать историю. У Оли совершенно есть потрясающие визитные карточки. Первая визитная карточка, которая на всех производит впечатление – это портрет знаменитого Дантеса. – А, я боюсь. – То есть раньше визитная карточка – это была фото? – Вместо визитной карточки… – А здесь номер телефона? – И здесь приносили, например, такую визитную карточку, и вместо того, чтобы… Ну, дарили, вот как обычно, визитные карточки. Но здесь очень интересно то, что на двух визитных карточках – это Дантес. А на второй-то, на следующей визитной карточке – какая потрясающая история. Это Йоганн Штраус, который приезжает в Петербург и дает концерт. И сзади на этой фотографии он делает автограф и раздаривает своим многочисленным поклонницам, которые его просто после концерта готовы разорвать на мелкие кусочки, и оторвать одежду на память. – А сколько… Когда это было… Когда давно было сделано? Потому что я наношу с собой не фотографии, но наклейки. Себя и кому-то могу тоже это… – Да. – Для нас здесь очень важно, что это… – Чтобы меня тоже запомнили. – Такие персонажи. – Такие же персонажи. – Вот, например, персонаж – это вот практически вылитый Пушкин. – Да. – Появляется? – Сколько держу в руках денег сейчас? – Денег не важно. Денег не важно. Вы лучше оцените, какую историю вы держите в руках. – Да, потому что найти такие вещи сегодня на рынке вы не сможете, даже при всем большом желании. – Ну, опять же, это, наверное… – Из-за сохранности. – Если бы я этим увлекался. – А мы этим и делаем, чтобы увлечь людей. – Показывать фотографии старого человека. – А мы вас сейчас заразим этим вирусом коллекционирования любви к фотографии. – А вот коллекционер, он зарабатывает или это все собирает для искусства, для себя? – Коллекционер собирает радиодетворение… – Да, для удовольствия. – Да, для удовольствия. Это такое, я часто сравниваю с грибником. Это некая страсть. Либо это меценатские какие-то наклонности. – Ну, грибник может съесть грибы, а фотографии вряд ли. – Ну, коллекционер может подарить коллекцию серьезной музейной институции. Как правило, вот такие коллекции как раз потом и в будущем составляют основу серьезных институций. – А мне говорили, что в России всего пять коллекционеров. Это так? – Чего? – Фотографии. Было. Было, а сейчас? – Было. – Нет, на самом деле это пять публичных коллекционеров, но есть огромное количество людей. Например, супруги Карисаловы, которые собирают фэшн-фотографию и много других. Я уже не говорю, просто есть коллекционеры, которые собирают определенную тему. Нравится кому-то военная тема, и таких коллекционеров очень много. Есть те, которые собирают типажи XIX века. Понятно, что это не ценится как искусство, но кому-то это очень нравится. Мы подходим по-другому, и я думаю, что собирать фотографии сегодня наиболее выгодно. Во-первых, цены не достигли своих максимумов, во-вторых, это недооценено сегодня еще в России. Например, западную фотографию вы уже хорошую коллекцию не соберете. Это уже как бы находится у кого-то на руках, и цены достигают уже пределов. Например, сегодня отпечаток Монрея стоит 12,5 миллионов долларов. Например, одна работа Андреса Гурски, современного фотографа, стоит порядка 5 миллионов долларов. И, например, Сугимота тот же самый, который уже перевалил отметку в несколько сотен. Миллион уже перевалил. Вот, поэтому в России фотографии еще не стоят больших денег. То есть сегодня вы можете собрать очень хорошую коллекцию. Таких, которые она действительно стоит. Так вы уже все собрали. Всего-то не все. Мы собрали, может быть, все по определенным историческим периодам. А, например, современное вы можете собирать, например, начиная с 90-х годов. А вот какие есть направления сейчас в современном фотоискусстве? Ну, кроме искусственного интеллекта, это понятно. Что еще? Собирать, давайте. Цифровая фотография. Здесь очень много интересных авторов, которых еще можно собрать. И просто надо знать, у каждого автора есть какая-то знаковая серия. То есть если вы собираете все определенного автора, не значит, что это все ценное. Для начала нужно просто прийти к нам на лекции, получить некие знания. Самое главное – получить определенные знания, от которых можно было бы отталкиваться и делать уже анализ тех конкретных произведений, которые поступают. А скажите мне, можно ли с помощью фотографии познакомиться с кем-нибудь, с девчонкой какой-нибудь сказать, у меня есть такое фото, а про что-то другое? А вы думаете, чем занимаются сегодня молодые коллекционеры, у которых будет очень ценная коллекция? Но они везде звучат. У меня есть Мерлин Морро, приходите посмотреть. Вообще, надо сказать, что коллекционеры – это некий статус социальный. И вот эти, например, встречи коллекционеров, вы получаете новый круг людей. Которых, например, основной бизнес может быть весьма интересен вашему бизнесу. При этом вы получаете интересное хобби, которое увлекает вас, может быть, намного больше, чем спорт, путешествия, в моем случае. И развивает. И развивает, да. Во-первых, вы получаете не одно путешествие, которое вас заряжает на какое-то время. Вы каждый день путешествуете. И во время. То есть это некая комьюнити, причем интересных, рудированных людей. Потому что это те люди, которые стремятся расти на корове. А что вот как раз хочет видеть современный человек? Он хочет видеть вот такие, давайте скажем, черно-белые снимки? Давайте. Или что-то такое яркое, красивое? Я могу сказать вот по опыту. На что вы ориентируетесь? Да, по опыту нашей галереи, да, и плюс той деятельности, на которой мы еще делаем выездные выставки и сотрудничаем со многими российскими музеями, мы видим большой интерес и к той фотографии, и к другой. Мы, например, делали выставку фотомонтаж в выставочном зале «Эрмитаж Урал». И у нас была одна часть черно-белая, другая часть – огромные цветные фотополотна, большие станковые фотополотна. И у нас люди разделялись. Сначала шли направо, но потом шли неизменно налево. Или шли налево, потом шли обязательно направо. Но если мы говорим про молодежь, то молодежь хочет видеть фотоискусство, наполненное красками, которыми они живут. То есть это краски яркой рекламы, компьютерных игр, фантастических фильмов. И здесь не надо тоже забывать и лишать их возможности жить сейчас среди того, что их интересуют. И дополню, Оль, еще теми визуальными кодами, которыми они привыкли видеть в жизни. Например, компьютерные игры, современный кинематограф. И когда мы делали работу уже как сами фотографы и художники, мы когда заложили эти коды в свою работу, мы видели, как молодые люди все это очень хорошо считывали. И мы понимали, что мы достигли своей цели. Мы знаем много фотографов, которые снимали для глянцевых журналов. Бок, например. А были ли в Советском Союзе попытки снять что-то красивое в коммерческую сторону? Надо говорить о том, что все-таки рекламные фотографии красивые – это в первую очередь реклама конкретного товара. И здесь заказ и те бюджеты, которые на это выделены, направлены исключительно на то, чтобы продавать товар. В стране, где и так товар купят, особо заниматься рекламой было не нужно. Но, например, в нашей фотографии советской был совершенно потрясающий автор Александр Хлебников, который делал рекламу мирового уровня. – Что это, например, было? – Это была технология фотограммы. Или вот у нас есть один из примеров такого фотограммы. – То есть это съемка и получение изображения без фотоаппарата. – Без фото? – Аппарат. – А как это? – Ну, если мы с вами держите на лист фотобумаги, разложим вот эти предметы и включим свет, то у нас с вами запечатлется на фотобумаге силуэт этих предметов. – Ну, знаете, это очень похоже на раскладки в соцсетях тоже. И я иногда, когда тебе присылают что-то на рекламу, нужно красиво так разложить и снять. И вот как будто это оттуда. – Видите, все было снято задолго. – Ну, с точки зрения фото. – А мы можем понять, что это, кроме расчески? – Это реклама духов Тинжи. – Да, реклама духи ТЖ. – А где здесь парфюм? – Парфюм? – Вот. – А-а. – А дальше начинается все эти пудры там и все. – Это вот скорее набор женской сумочки. – Да? – А на что сейчас нужно снимать? Потому что, например, я объясню почему. Когда ты смотришь за каким-то блогером, ты сразу интересуешься. Так, чувак, на что ты снимаешь? Какая у тебя техника? Почему такая классная картинка? Как ты где-то все это обрабатываешь? Сейчас на что нужно снимать, чтобы фотографии лет так через 50 были топчиком? – А вы можете сейчас ни на что не снимать. – Запоминать, потом рисовать? – Вот это делать? – Никакого фотоаппарата. – Дополню еще здесь следующую мысль, что здесь важен конечный результат, а не на что мы снимаем. Вот есть категория людей, которые всю жизнь искали самый лучший фотоаппарат. И так ничего и не сделали. Дело не в этом. Мы же с вами, когда рассматриваем живописные полотна Рембрандта, мы же с вами не интересуемся, какими кисточками и красками он делал. Но нам об этом рассказывают в галереях. Обратите внимание, тогда было модно вот это. – Но это не главное. – Кисточка техника. – Ну это же. – Что у нас обычно в школе было? Лисий хвостик? – Не, но когда мы смотрим на Джексон на полоком, мы точно не спрашиваем. Джексон, ты чем поливал? – Поливал, да, и как. То есть мы должны четко понимать, что фототехника – это инструмент, с которым работает художник, фотограф, как хотите, называйте. Но конечный результат – это воплощение вот этой идеи с помощью технического инструмента. – Хорошо. Как молодому фотографу стать знаменитым и успешным? Что нужно делать? – В первую очередь сделать шедевр. – А как? – Вы все сняли, вот все лежит тут на столе. – Вот это вот как раз… – Примодите свой уникальный язык, который мы увидим, и мы не подумаем. – Ну я уже вот и так снимаю. – И так, и так, и так. – Так вы же сказали, сделали под Родченко. – Так нет. – Сделайте под вас. – А вот Оля как раз очень хорошо об этом сказал. – Что надо снимать не так, не так, не так, а сначала подумать, что мы будем снимать. – Вот когда у вас возникнет идея, вот тогда вы будете думать, как вы будете снимать. – Хочу снять ваш портрет. – Что мне нужно сделать, чтобы он был уникальным? – А вы сначала опишите себе, как вы воспринимаете этого человека. – Нет. – Вот знаете, что… – Милый галерист. – Нет. – Нет. – Нет. – Отец. – Что вы хотите через мой портрет рассказать? – Если вы хотите рассказать обо мне, можете даже и не пытаться чего-нибудь снять. Это бессмысленно. – Это бесполезно. – Всё дело в том, что вы заложите в какую идею. Иногда мы с вами сегодня, занимаясь портретом, снимая людей, рассказываем совершенно о других. Вот у Оли есть совершенно потрясающий проект, который называется «Уязвимые», когда она снимает людей, и вроде бы это портреты, но через эти портреты она поднимает совершенно уникальнейшую, очень важную, интереснейшую тему. Как цивилизации воздействуют на малые народы, на их жизнь. Вот в определенной степени во что жанр портрета может сегодня переродиться. – Смотрите, ну получается, что тут важна подпись, получается. – Не подпись, а идея. Идея. Что вы хотели сказать? – Я, например, буду думать о невероятных оправах. – Вот здесь вот очень интересное было, я как раз расскажу, здесь очень интересный был проект Андрея Чежина. Он вообще никого не снимал, он взял пленки в обычной фотомастерской, куда люди приходят сделать фотографию на паспорт. И он вместо лица наполнил эти фотографии набором качеств предполагаемых людей. То есть он показал, что такое женщина, что такое мужчина, что такое кондуктор, что такое бухгалтер. Вот как раз можно ориентироваться на этот проект. – У него там есть совершенно потрясающие, да, вот он взял, увидел, просто обычный мужик сфотографирован, он взял и вместо лица ему сделал пивную кружку. – Пожалуйста, вот, как воспринимал, например, наш военный автор, Андрей Житомирский, как он воспринимал Гиббельса? – Так, давайте сразу вопрос, как это сделано, потому что это ведь вряд ли человек фотографировал обезьяну, а вот это фотомонтаж. – А он мог не фотографировать, а вырезать из журнала. – Вот здесь как раз это то, что сегодня так, ну, по-простому говорят, фотошоп без фотошопа, это фотомонтаж. Это мастер фотомонтажа, и здесь важно было не обезьяна, здесь было важно, что это Геббельс, который вот вещает, министр пропаганды, и что вот он вот в таком вот образе, и он его вот просто показал ничтожеством, значит, вот создавая вот таким вот персонажем. – За это, вот эту работу Геббельс очень высоко оценил. – Да, поставил. – Он охотился, наверное. – Он его в список внес, а список назывался так – «Найти и повесить». Первым там был Левитан, вторым был Илья Эренбург, а третьим – Александр Житомирский. – Чем он очень гордился. – Гордился всю жизнь. – Мы знаем такие цитаты, как «Артист должен быть голодным», «Художник должен быть голодным», «Фотограф должен быть голодным». – Нет, не должен быть. Во-первых, заниматься фотоискусством – это достаточно дорого. Вот сейчас можно, и даже сейчас технически, ты должен усовершенствовать технику, она должна тянуть. – Подождите, вы же сказали, можно просто в искусственном интеллекте все там. – Да, но вы должны создать сначала рабочее место для того, чтобы он цянулся файлы. – У нас, например, генерируется одно маленькое изображение всю ночь, при том, что мы уже свой компьютер апгрейдили просто до максимального возможного технического просто оборудования, которое существует в России. И здесь как бы… А раньше, когда вы хотите заниматься серьезным фотоискусством, например, я работала, начинала свою работу с Этертас, потом я сотрудничала с различными телеканалами, то есть ты покупаешь набор камер. Вот я снимала различных опасных животных, погружалась крокодилами, акулами, жила среди горилл, медведей. Моя задача была снять так, чтобы человек чувствовал мое присутствие, что вот снимается портрет, наверное, встанье вытянутой руки. Давайте так, чтобы художник стал сытый, ему нужна серьезная команда. Мы видим, например, Джефф Кунс. 800 человек работает на Джефф Кунсе сегодня. Мы знаем многих российских современных хорошо продаваемых художников, ну, давайте так скажем, 60-70-ников. Вот сегодня они работают тоже с помощниками. У вас было домашнее задание. У нас есть вообще такая традиция, что мы просим наших гостей выполнить домашнее задание. Ну, не только ведущего делает, но и вот наши гости. И мы просили вас дать несколько нам тезисов на тему того, каким будет выглядеть мир и как будет выглядеть мир без фотографии. Вы можете вспомнить, что вы написали нам, сказали? Да, что это мир после некого ядерного апокалипсиса, когда погибнет практически все живое и все технически приспособлено для создания изображения. Мы ваши тезисы загрузили в вашу любимую нейросеть, и она сделала нам вот такую картинку. Я хотел, чтобы мы вместе с вами ее рассмотрели. Вот что вы там видите? И как вам мир без фотографий? Получился почти Борис Смелов. Почему вы смеетесь? Ну, потому что это уже было создано человеческими руками примерно в 70-х годах. Ну, а чтобы увидеть этот шедевр целиком, подпишитесь на наш телеграм-канал. Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели подкаст «Что за?». Меня зовут Дмитрий Игнатов. Хочу сказать отдельное спасибо моим друзьям компании Zenwear за этот лук. Ну и что? Интересуйтесь фотографией. Это классно, модно. И изучайте. И изучайте еще. Это может принести много денег. Субтитры создавал DimaTorzok